Существует огромное количество самых разных добавок, которые направлены на решение самых разных задач. При этом среди них всегда будут базовые и второстепенные. Сегодня я хотел бы рассказать вам именно о базовых добавках, которые можно принимать и при наборе массы, и при сжигании жира, и при развитии выносливости, и просто для здоровья, так как это рекомендации официальной медицины. Подчеркну, что официальная и не той, которая встречается во всяких странных сектах, блогах и прочих источниках, не имеющих отношения к реальности. И первая добавка это омега-3. И не просто омега-3, а те жирные кислоты, которые содержат докозагексоеновую и козапентоеновую кислоты, сокращенно ДГК и ЭПК. Да, те самые кислоты, которые содержатся во всем известном нам рыбьем жире. Помимо того, что существует куча исследований о предотвращении сердечно-судистых заболеваний, улучшении связанных с кожей, ногтями, волосом и прочими тканями организма, есть исследования о положительном влиянии ДГК и ЭПК на сжигание жира и набор мышечной массы. Вот комплексное исследование о том, как важны в нашем рационе эти самые кислоты и какую роль они играют в развитии. Вот о том, что они помогают в восстановлении мышц. Вот о влиянии на спортивные результаты. Вот о замедлении естественного снижения мышечной массы у пожилых людей и, соответственно, о ее сохранении. Вот исследование скорости метаболизма в состоянии покоя и влияния ДГК и ЭПК на рост мышечной массы и снижение жировой. Вот о положительном влиянии на лечение суставов в составе комплексной терапии. А вот о том, что они эффективны в лечении хронических воспалительных ревматических заболеваний. И этот список можно продолжать бесконечно, ибо это одна из самых доказанных и проверенных добавок. И суть в том, что она не работает так, как, например, креатин. Типа съели и пошли пожали на 10 кг больше. Она работает на все и сразу, но умеренно. Не нужно ждать, что вы наберете 10 кг в месяц после начала приема омега-3. Она больше оказывает ключевое влияние на базовом уровне и способствует нормальной работе всех систем организма, а также общему здоровью и восстановлению. Лично я пью омега-3 уже давно и на постоянной основе, так же, как и вся моя семья. При покупке рыбьего жира, кстати, нужно смотреть на содержание тех самых ДГК и ЭПК. Рыбий жир всегда имеет разную концентрацию. В порции может быть 100 ДГК и ЭПК, а может быть 1000. И сам рыбий жир, как вы понимаете, может быть разного качества. В том рыбьем жире, который под своим брендом произвожу я, в одной порции содержится в совокупности 900 ДГК и ЭПК, что является очень хорошим показателем и покроет все ваши дневные потребности, даже при занятиях спортом. Заказать его вы можете по ссылке прямо под этим роликом. Отправлю лично с кусочком любви. Кто-то сейчас подумает, что я начал продавать добавки и бездумно рекламирую свою продукцию. Но если вы пролистаете мои ролики, то наверняка поймете, что про рыбий жир я говорил и за много лет до этого. Но это уже детали и философия. Давайте двигаться дальше. Следующая добавка это витамин Д. Опять же, если смотрите мои ролики, то наверняка слышали об этом витамине уже много раз. Это архиважный гормоноподобный витамин, который оказывает влияние на все и вся. И в последние годы врачи фокусируют на нем очень большое внимание. Так как выяснилось, что он а. Оказывает огромное влияние на все, что только есть в организме. И б. Практически у всех людей наблюдается его серьезный дефицит. Даже если он у вас где-то на отметке в 20 или 30, и это вроде бы нижняя отметка нормы, то любой адекватный врач вам скажет, что лучше его довести хотя бы до 50, а лучше до 70. Это то значение, при котором его действительно достаточно. При этом получить передоз по витамину Д практически невозможно, ибо для этого ваш собственный витамин Д должен быть на верхней отметке, что встречается крайне редко. Но лучше, конечно же, сдать анализы и посмотреть. Вот исследование о том, что витамин Д положительно влияет на набор мышечной массы и спортивные результаты. А вот о том, что нехватка витамина Д снижает производительность и увеличивает риск получения травм. Но это что касается конкретно нашего спорта. Вообще многие люди чувствуют значительные улучшения в производительности, настроении и энергичности после компенсации нехватки витамина Д. Обычно рекомендуемая дозировка составляет от 2 до 10 тысяч единиц. Как показывает практика, оптимальный вариант это 5 тысяч. Для своих витаминов я выбрал именно такую дозировку. И лично сам принимаю именно ее. Заказать их можно там же, по ссылке в описании к ролику. Витамин Д я тоже отправляю с кусочком любви, как и все остальные свои добавки. Также в описании вы найдете ссылки на все мои полноценные тренировочные курсы, мой телеграм-канал и другую полезную информацию. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!